В Тбилиси завершила свою работу сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В итоге была принята декларация. В ней выражена беспокойность эскалации ситуации в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Документ призывает парламентариев принять меру по созданию атмосферы доверия. Помимо этого, в нем говорится о важности поощрения сторон за проявление воли при ведении переговоров по заключению всеобъемлющего мирного договора. Отдельно говорится о праве безопасного возвращения домой людей, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате конфликтов. Координации деятельности ОБСЕ и ее институтов все еще мешает существующая особая практика. Но есть неизменные, всегда актуальные и значимые принципы Хельсинского заключительного акта. Нас беспокоит терпимое отношение к нарушению этих принципов. Нас продолжают беспокоить затянувшиеся конфликты в регионе, что также является большой угрозой для Европы. Интересно, что Азербайджан тоже столкнулся с таким подходом. И это продолжается 25 лет. Я хотела бы особо подчеркнуть обсужденные здесь резолюции, отражающие проблемы, с которыми столкнулись Грузия, Украина и Молдомы. На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ азербайджанский депутат Азай Гулиев был избран вице-президентом парламентской ассамблеи. Организация, объединяющая в себе членов трех континентов. Это прямое свидетельство того, что международная общественность поддерживает успешную внутреннюю и внешнюю политику, осуществляемую руководством Азербайджаном. Об этом в интервью журналистам озвучил сам новоизбранный вице-президент ассамблеи Азай Гулиев. Буду стараться, чтобы парламентская ассамблея ОБСЕ принимала более решительные шаги по вопросам повестки дня этой структуры. Сегодня в регионе ОБСЕ существует ряд проблем, имеются затяжные конфликты. У мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, женщин и детей есть проблемы. На протяжении своего трехлетнего мандата я постараюсь нести вклад в решение этих проблем. Буду прилагать усилия для защиты интересов Азербайджана на высоком уровне и оправдания оказанного мне доверия.